На стареньких чёрно-белых снимках молодая Саша Кузнецова, самая маленькая, стоит в национальном удмуртском костюме. А это друзья всей жизни, любимые фронтовые товарищи. С ними познакомилась в декабре 42-го. Тогда она и ещё четыре сотни удмуртских девушек получили повестку на фронт. Женскую группу отправили в Челябинскую область, в Магнитогорск, изучать военное дело. В 43-м Александра на передовой на фронте, зенитчица 361-го, зенитно-артилерийского полка Карельского фронта. За небольшой рост на полчане прозвали Сашу Кнопкой. Так шутя её до сих пор называет вся родня. Я как раз была невальная. Стою так, около меня столько курс вышли. И я так стою, наблюдаю, смотрю. И не заметила, как генерал пришёл ко мне ближе уже. Надо было команду дать. Опоздала дать. Потом, говорит, начальник караула вышел. Эх, ты, говорит, Кнопка, Кнопка, а я тебя, говорит, голубак посажу. До конца войны зенитчица Кнопка защищала Мурманский порт, отважно сбивала самолёты, терпела голод, укрывалась от бомбёжек. Май 45-го встретила на боевом посту. Весть о том, что победили, принёс старшина. Победу знали 8 мая. Старшина пришёл. Девочки, девочки, говорит, капитуляция. А что такое? Говорит, война, говорит, кончилась. Ох, мы обрадовались все. Обнимается всё. Сразу с 9-го, 8-го вечером, а 9-го строили нас все и объявили, что война кончилась. Сегодня Александре Кузнецовой 97. Она живёт с родственниками в частном доме в Малой Пурге. Помогает молодым вести хозяйство, а ещё мечтает. У ветерана есть заветная мечта – побывать 9 мая на параде победы на Красной площади. Об этом она рассказала временно исполняющему обязанности главы республики, который побывал у ветерана в гостях. Александр Бричалов обещал мечту исполнить.